Зелень В небе над болотом кружат гуси. И теперь это не сон, что видели гусятники долгими зимними ночами. Над укрытыми темнотой мхами звучат гусиные голоса. И что там Моцарт, что там Вивальди? Эти звуки для гусятника прекраснее любой музыки. Ради них гусятники прорвались, закрепились на болоте и сделали все, чтобы гусиные голоса зазвучали как можно ближе, и чтобы грохнули им в ответ звуки выстрелов. Вот тогда весенняя симфония будет полной. Вот тогда и будет гусятником счастье! Все, кто охотил гуся на болоте, знают. Гусь сюда приходит спать отдыхать. То есть встречать солнце смысла нет, а провожать очень даже. Это хорошо выспавшиеся и сытые, благодаря Виталию, охотники, и собираются делать. Виват, Виталик, Виват. Заготовку елочек лучше это делать на берегу, так как в болоте елки нет, наши елочки на берегу готовы. Мы выдвигаемся в болото для того, чтобы уже ставить наш скрадок. Скрадки готовы, ружья снаряжены, манки прогреты, работаем! Субтитры делал DimaTorzok Ради съемок пришлось пожертвовать маскировкой. Верх скрадков полностью открыт. И потому виртуозные звуки манков способны лишь привлечь внимание гусей. Но не заставить снизиться. Да и летают все больше пары и одиночки. К счастью, ночь уже близка. Она и замаскирует. Где-то далеко-далеко со стороны заката доносятся голоса большой стаи. Хор воодушевленных охотников начинает свою партию с мощных аккордов. Сначала они манят громко и азартно. Потом все тише, но вместе с тем многозвучнее. Будто со стихов Маяковского, которые самое то в рупор кричать, охотники переходят на певучие строфы Кольцова. Будто отложили они звонкий охотничий рок и взялись за нежноголосые флейты. Эх, красиво сказано. Все от того, что манят красиво. Да и продолжение будет классное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, гуси идут на посадку. Прямо в чучело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, есть трофеи. Время собирать, тихо радоваться и слушать Виктора Гончаренко. Вот он, момент истины. Давно мы ждали две, все двухсотого. Летит подарок дорогой. Блохин в клуб имени Федотова. Ступить мы мог одной ногой. Вот он, эффект темноты. Почти ни черта не видно, а охота только началась. Встречайте, следующий налет. Супер! Гуси шли на всех эшелонах. Некоторые чуть не задели верхушки сосенок, вокруг которых построен скрадок. Короче, гусь упал. Такая воронка. Вроде не свысока падал-то, да? Нет, это хорошо так. Метров 30, наверное, да. Вон он сам. Следующая стая на подлете. Тайверка! 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 Здесь гуси падают, но за кадром. Пока охотники их собирают, окончательно темнеет. И силуэтов следующей стаи уже не видно на фоне темного неба. Зато слышно. С поля, мужики. Охота удалась. Добыча есть. Сколько не считали. Честно говоря, я так что-то и не знаю. Много пропускали, много не стреляли. Я вот здесь полочкой охочусь. Как бы вполне хватает. Да? Старое доброе наше советское оружие. Все его знают. Мне его тоже подарил, кстати, охотник. Заядлый. Спасибо ему за это. Заканчиваем мою охоту. В принципе, мы уже дурак прекратили. Не видно бесполезно. Гуси летят, садятся. Вот только что выходили. Алексей вышел из коротка. И вот рядом сидели гуси. Ну, буквально 25-30 метров. А их не видно уже. Сейчас покидаем это место. Ну, и может быть, завтра, послезавтра еще пробуем. Не здесь, да где-то рядышком в другом месте. Посмотрим. Утро болотного гусятника начинается не рано. Это полевики уже сидят в своих окопах и добивают второй термос кофе. А болотники только-только не спеша встали. Опять же, не спеша позавтракав, они принимаются за большое дело. Виталий задумал нечто небывалое. Нечто грандиозное. Чтобы воплотить его планы в жизнь, нужны усилия всей команды. Кто-то разделывает гусей и затем передает мясо в заботливые руки Виталия. Кто-то делает вообще что-то непонятное. Но об этом позднее, а пока вернемся к блюду. Будем готовить наше очередное новое блюдо. Для него нам понадобится морковка, майонез, лук, маринованные шампиньончики. Ну и, соответственно, наш король кухни – это гусь трофейный. Итак, приступим. Мы сейчас нарежем лук полукольцами, морковку, соответственно, соломкой и шампиньончики на мелкие кусочки тоже в виде соломок. Мясо будем отбивать. Повар хочет в нас духовку, поэтому попробуем расколоть плаху на 4 части и соорудить импровизированную духовку. Все наши ингредиенты готовы. Грибочки обжарены, мясо отбито, морковка обжарена, лучок тоже. Ну и специи у нас тоже все подготовлены. Приступаем к заворачиванию рулетиков. Надо немножко гату вернуть на духовке. А то вот так, чувствую, от него горящие будем кушать. Наши рулетики уложены. И всю эту красоту сейчас мы отправим в нашу фирменную, новоделанную духовочку. По всему этому мы даем томиться в хорошем-хорошем жару. Довольно быстро у всех появляется ощущение. Нехорошее такое ощущение. Ммм, кажется, с ужином проблемы. В отчаянной попытке спасти его Паша поливает казан водой. Все понимают, что надежды на шикарное пиршество улетучиваются, как горячий пар. И только Виталий верит, что не все потеряно. Но мысли о насущном, земном и обыденном быстро улетают, как тот же самый пар. Потому что впереди вечерка. Гусю еще рано появляться, и Андрей проводит для Виталия мастер-класс. Не горлом делай просто языком. Для этого нужно тренировками поймать в этот момент изгиба язычка, сколько воздуха нужно и какого напора до его преломления и сколько позже. И как только ты это поймешь, ты просто тут вот, просто будешь плавать, летать. Видимо, что-то у Виталия начинает получаться. Потому что вскоре в небе возникают первые цепочки. Гуси пока что далеко и высоко. Но это пока. Потому что гражданин Кетнер с сыном и сотоварищами уже задули в свои волшебные дудочки и полилась над болотом чарующая гусей музыка. Стая разворачивается и приближается к скротку. Играет музыка. Упс, что-то пошло не так. Хотите знать почему? Тогда юмористическая вставка. Леша влешил. Леша у меня в коллиматор, посмотрите. А мне-то откуда знать, что у меня там коллиматор? Леша вскинул, но я думаю, нахуй мне-то теряться. Я давай ебать. А там высота метров 200. Хуя-хуя, слышу, ворчит. Андрей Кетнер ворчит из сотка. Какого хуя там, какой дебил стреляет, блядь, по этим. Ну и зенитки-то. Возвращаемся к охотникам, которые ждут следующего шанса. Ха-ха-ха-хуя-хуя. Ах-ха-ха! Классика. 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 Классика.